Всем привет! В сегодняшнем выпуске я расскажу вам 25 фактов про Гелендваген, о которых вы еще не знали. Поехали! Гелендваген был запущен в производство в 1979 году. То, что его разработали для военных НАТО, пустой, недоказанный факт, так как, по сути, его военные модели появились в 1981 году. Военные вначале отказались от заказа данных автомобилей-вездеходов по финансовым и политическим причинам. Мерседесы Гелендвагены имеют разные отличия между собой. Одно из них – это их обозначение заводом, индекс 460, подразумевает в себе самую простую модель с отключаемым приводом. Деревянная модель машины была спроектирована впервые в 1973 году. Металлический пример автомобиля был создан в 1974 году. Мерседес с первым использованием буквы G появился в 1929 году. Выпуск Гелендвагенов прописан в контракте до 2027 года. Заказчиком одних из первых его моделей является иранский шахт. Китай с Индией выпустили копии данной модели. С самого начала производства Гелендваген собирают только вручную. Гелендваген победил в супермарафоне в 1983 году. Под разрешением компании Mercedes-Benz выпускаются детские электромобили G-класса. Гелендваген серии 463 с полным приводом выпущен в 1989 году и до сегодняшнего времени отождествляется лидером в удобном использовании с шикарным оформлением. W-463 в классическом производстве с тремя блокировками выпускали с завода. Существует множество клубов, посвященных Гелендвагену в России, Германии, Польше, Японии, Британии и в других странах. Редчайшая его версия это W-462, которую собирают в Греции. 1G-класс собирают около 10 дней. Также разработаны Гелендвагены с правым рулем. Выпущен свадебный лимузин G-класса, длина которого составляет 10 метров. Гелендваген имеет уже всеми известный собственный сленг «гелик». Кабриолеты Гелендвагены тоже имеют свое место в истории. Их крыши сначала натягивали вручную, далее уже произвели электрогидравлический привод. Гелендваген сначала выпускался в единственных пяти цветах. Бежевый, кремовый, белый, красный, зеленый и пшенично-желтый. По началу производства данный автомобиль обозначали не G-класс, а G-модель. В нынешнее время «гелик» является предметом роскоши и удобства. Он задействован как образец современных компьютерных играх, хотя по неким утверждениям считается предметом бедитизма. Сделав масштабный опрос среди населения разных стран, подвели итоги, что находясь в Гелендвагене, знакомиться очень сложно. А на этом сегодня все. Ставь лайк к этому видео, не забудь подписаться на канал, ну и конечно же лайк к «гелику». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok